Вы затрагивали заявление премьер-министра Армении? Нет, я не затрагивала. Я закрыла обсуждение этой темы. Сказала, что это всё к нему. Сказала о своих эмоциях личных. И попросила адресовать все уточняющие вопросы, а что же он имел в виду руководству Армении или коллегам по пресс-службе. Да, но мы всё-таки хотели задать один уточняющий вопрос. Понятно. Вы простых путей не ищите. Я поняла. Хорошо. Да, вот в своих заявлениях он сказал о том, что если Москва должна выступать гарантами безопасности в Карабахе, если не может выполнять эту функцию по коллективным причинам, то должна обратиться СовбезООН. Вот как Россия оценивает подобное предложение армянского премьера? И возможно ли такое, чтобы Россия обратилась по этому поводу к помощи СовбезООН? Я прошу прощения, я что-то такого даже не слышала. Куда мы должны теперь обращаться? Что в случае, если союзник и друг Армении не может выполнять эту функцию, то есть функцию градообезопасности Карабаха, по объективным причинам, то Николай Пашинян предложил России, сказал, что Россия должна по этому поводу обратиться СовбезООН и решать вопросы там. Вот как Россия оценивает такое предложение армянского премьера? Это, знаете, можно оценить только одним словом. Чудеса на виражах. Вот другого я вам определения не могу дать. Я даже не буду стараться анализировать или каким-то образом приходить к какому-то ум заключению относительно того, что же могло иметься в виду и каким образом с чем-то это соотносится. Я даже сейчас не буду напоминать про договоренности, соглашения, про все остальное. Не хочу, потому что эта фраза, она настолько необъяснима, что объяснять ее я не собираюсь. Спасибо. Да, и вот второй вопрос. Это что-то такое, знаете, какая-то невероятная эквилибристика слов.